Ребята, всем привет! В этом видео я вам расскажу 5 топовых лайфхаков, которые вам помогут выжить в парке аттракционов, которые нам добавили в игру в честь второй годовщины PUBG Mobile. Как я уже говорил в утреннем видосе, это видео я снимал уже как неделю назад, ребятки, и поэтому пару лайфхаков, которые вы здесь увидите, уже выкладывались в инстаграме, но все равно здесь вы можете узнать еще много нового, поэтому обязательно смотрите до конца. Ну и конечно же, ребятки, поддержите пожалуйста лайком этот видос, если он наберет хотя бы 8 или 10 тысяч лайков, допустим, тогда я пойму, что этот формат вам интересен, и само собой постараюсь для вас сделать вторую часть с багами и лайфхаками, которые вы можете использовать именно здесь в парке аттракционов. В общем, первый лайфхак, ребятки, я его показывал уже неделю назад в инстаграме, но я решил его сразу же прямо сейчас показать, потому что его до сих пор не пофиксили, потому что многие мне писали, что его пофиксили. Нет, ребятки, это баг неуязвимости, то есть, если вы, допустим, сели в парк аттракционов, здесь много врагов, да, которые бегают вокруг, пытаются вас убить, как в этом случае, и вы не успели взять какое-то оружие, то вам, ребятки, просто достаточно сесть в это кресло, и все, вас никто не сможет убить сквозь текстуры. А поверьте, проверял я это не один раз. Да, ребятки, если прицелиться под определенным углом, прямо в голову и со снайперской винтовкой, тогда вы можете убить здесь врага, это раз. Второе, если кинуть гранату под ноги, тоже можно убить, или молотовым, да, и третье, можно убить еще и кулаками, но сколько раз бы я не прыгал и не садился бы в это кресло, ребятки, но никто не додумался этого сделать, ну там только один человек один раз кинул гранату. И я специально остался, чтобы проверить, да, там, убьет меня эта граната или нет, потому что, как вы понимаете, вы можете очень просто, во-первых, вот так вот выйти и убить человека, да, если он к вам подходит, это раз, неожиданно. Ну, а во-вторых, вы можете просто улететь, правильно? То есть здесь, ребятки, вот такая вот текстура, вот, посмотрите, видите, я даже специально в голову вот страю, патроны не проходят. Повторюсь, нужно под специальным углом, ну, я его показывать не буду, если вы захотите, можете сами выяснить, под каким углом, да, именно с болтовкой вы можете только тогда убить. Но намного легче просто кинуть гранату или молотов, потому что молотов, если вы кинете, само собой, враг будет гореть, и он просто улетит или... А, кстати, если вы улетаете, урон тогда уже будет наноситься, ребятки, так, чтобы у тебя стар... И пользуйтесь этим багом, ну, допустим, там, в самых экстренных ситуациях, да, и то после этого идоса я предполагаю, что многие уже будут знать, как убивать и будут это делать. Но до этого момента, ребятки, ну, прям никто не делал этого, то есть никто не убивал, просто стреляли, они думали, что я АФК или какой-то баг и просто уходили. А вы можете очень просто потом убить этого врага, который будет уходить. Ну, а если вдруг вы сидели в этой катапульте и вам кинули молотов, или вам нанесли урон во время, когда вы улетали с этой катапульты, да, тогда вам поможет следующий лайфхак, ребятки. И это снова же, даже я бы сказал, лайфхак-баг, потому что, если вам вдруг нанесли урон, да, и вы успели благополучно улететь, тогда я вам рекомендую падать в воду, в любую воду, ребятки, которая есть поблизости. Почему? Объясню. Во-первых, ну, там намного меньше шанс, что вы встретите врага. Допустим, он есть, да, но шанс очень маленький, это раз. Во-вторых, вас никто не сможет убить в воде, да, это два. Ну, а в-третьих, ребятки, что самое важное, если вы улетели и прыгнули в воду, тогда вы можете использовать что? Правильно, вы можете использовать энергетик, вы можете использовать болики, вы можете использовать что? Аптеки, вы можете использовать бинты. Да, ребят, если вы улетели с катапульты и приземлились в воду, как вы видите, я прямо сейчас использую аптечку. Ну, она у меня не используется, потому что жизнь восстановится. Но, если вы вдруг сюда прыгнули в воду, тогда свободно можете пользоваться медикаментами. И, кстати, смотрите, как прикольно именно у нас плавает наш персонаж с баночкой в руках. Выглядит очень тоже прикольно. И, в принципе, я думаю, это будет для вас полезно. Ну и да, с аптечкой, к сожалению, нет какой-то другой прикольной анимации. Но, все-таки, ребятки, это очень крутой баг, лайфхак, который вам поможет выжить, если вам, само собой, понадобится время для того, чтобы восстановиться, вылечиться или уйти от преследования. Ну, а мы идем к следующему лайфхаку. И связан он будет, ребятки, с забагованной текстурой. Как вы знаете, у нас в парке аттракционов есть два тира. На этот тир можно залезть с помощью батутов. Ну, если, допустим, хотите, можете и с помощью той же катапульты. Но, ребятки, что самое важное... О, кстати, у нас тут человечек. Кого-то он там смотрит. Что самое важное, ребятки? Если вы вот сюда запрыгнули, то вы уже неуязвим. Я вам объясню, почему. Потому что здесь, как вы видите, ребятки, у нас везде, везде, ребят, прозрачные текстуры. Вы видите всех, вас тоже видят все, но убить вас никто не может. И, как вы видите, текстура достаточно высокая. То есть вы здесь можете в полный рост просто стоять и, в общем-то, прикрываться от пуль. Но если чуть-чуть наклониться, вот здесь, да, видите, у эмочи вот здесь. Вот она, стена, видите, да. Если вы здесь просто чуть-чуть сделаете небольшой наклон, то свободно можете убивать своих врагов и укрываться за этой невидимой текстурой. Они, само собой, не знают, докуда она, эта текстура. Давайте я прям вот наглядно вам покажу, насколько она высокая. Видите? Я просто левитирую в воздухе. И поэтому очень много, да и даже вы видели в начале видоса, да, враг, когда я сидел в катапульте, он очень долго здесь мансовал именно за этим калашом. Потому что его никто не может накоцать, ничего ему не может сделать. А вы, само собой, можете убивать и видеть, что самое главное, передвижение всех, кто бегает здесь. А со спины, если к вам подойдут, я имею в виду, с помощью батута, ну, вы, само собой, это услышите, правильно? Вот таким вот образом, видите? Просто делайте небольшой наклончик, ну, и ожидайте своего врага, который у нас вот бегает. Вот, это враг был, вы видели, да, он прыгал на батуте. Я не думаю, что боты прыгают на батуте, не знаю, видели ботов, чтобы они прыгали на батуте. В общем, это очень годное место, ребятки, поэтому обязательно берите на вооружение и пользуйтесь. Также, ребятки, здесь, в парке аттракционов, есть очень годная нычка. И я никого не видел, чтобы хоть раз сюда залезал. Вот прям сколько я играю, никогда не видел здесь кого-то. А здесь очень годный обзор, во-первых. Во-вторых, здесь есть лут, ребятки, как вы видите, да? Вы можете укрываться и воевать снова же с врагами. Если, допустим, там новые люди подъезжают к парку, а часто такое бывает. Это очень годное место, поэтому пользуйтесь. Ну, а теперь, ребятки, я хочу вам рассказать о очень топовой нычке, которая находится рядом со школой. Часто здесь появляется, как вы знаете, парк аттракционов. Если вы на катапульте взлетите вверх и полетите в сторону рожка, то вы можете благополучно приземлиться на ту самую башню. Эту нычку я, кстати, нашел еще в иностранных пабликах. Где-то дней 5 назад мне накидали подписчики в директ Инстаграма. Но я все-таки решил вам ее тоже показать. Почему нет? Очень годное место. Ну и, в принципе, не у многих я еще видел, чтобы они ее показывали, эту нычку. Как вы видите, обзор здесь у нас очень крутой, ребятки. Вы можете вот таких вот лагающих ребят убивать отсюда. Он очень жестко лагает, как вы видите. Я вас понял. Сколько ему патронов надо? Окей, в общем. Ну, сейчас его другие убьют. Здесь, как вы видите, очень крутой обзор, ребятки. Вы можете видеть, вообще просматривать всю школу, если у вас есть прицел, конечно же. Вы можете просматривать рожок. Так, у меня что-то с пингом, я так понимаю. А, нет, все окей. В общем, вы можете просматривать рожок, да. Вы видите, здесь все видно. А вас снизу, как вы понимаете, намного сложнее убить, потому что у вас есть прикрытие. Это раз. Во-вторых, вы видите все передвижения врагов вокруг. Поэтому берите на вооружение. Ну, а в конце я приготовил для вас смешной баг, ребятки. Я его вчера уже показывал в инстаграме. Кто подписан, тот видел этот баг. Кто не подписан, ссылочка есть в описании, ребятки. Так вот, если вы, допустим, снова же в парке аттракционов, сели в катапульту, да. И ваша жизнь, как вы видите, в данной ситуации на минимуме. Вас коцает зона понемножку. Ожидаете определенный момент, когда у вас почти нету жизни. Вот, как сейчас. Запускаете, само собой, катапульту. И в момент, когда вы должны полететь, нокаетесь. И у вас получится вот такая вот ситуация, ребятки. Да, вы будете летать, и у вас будет гореть пятая точка от читаков. В общем, вот такое вот видео получилось, ребятки. Если вам понравился этот формат, обязательно поддержите его лайком. Если он вам не понравился, конечно, ставьте дизлайк. Ну и пишите в комментариях, делать вторую часть или нет. Подписывайтесь. С вами был Dream. Всем топ-1. Продолжение следует...